Ребята, на ютубе тоже будет трансляция, но я вопросы не смогу с ютуба читать. У меня гаджет вырубился. Миш, привет! Не знаю, как пойдет или нет в инстаграме, но у меня он постоянно врубается, поэтому если что... И скажите, пожалуйста, как меня слышно, потому что я вижу, что у меня тоже начинает грузиться. Либо интернет не тянет, либо еще что-то. Светочка, привет! Пропадает. Пропадает, да? А ты с VPN, да? Ох, подожди, сейчас попробую отключить его. Это возможно из-за него. Нет, отключен. Ну, не знаю, сейчас вроде нормально, вначале пропадало. Так, попробуем вот так вот сделать. Так, ребят, если что, задавать вопросы, тогда будет голосом, наверное, лучше. Ребят, кто в инстаграме, переключайтесь, наверное, тогда в телеграм, потому что инстаграм закрывается. Я не могу постоянно его тыкать, почему-то он у меня вырубается. Переподключайтесь в этот, в телегу. Школа автономии большими буквами, потому что здесь он точно не пойдет у меня. Вот, и тогда я смогу слушать там. Выключается постоянно. А здесь меня вроде бы хорошо слышно. Все. Ребят, жду вас в телеграм-канале. Этот же эфир сейчас идет там. Переподключайтесь, потому что вроде как начинает глючить. Ну, попробую. Все, выключается. У меня экран тухнет просто. Все. Все, ребят, давайте еще раз быстренько тогда, пока кто присоединился, кто не присоединился, быстренько скажу вам, что у нас сейчас в закрытом клубе идет марафон минимум в 90 дней. Для ребят, кто хочет закрепиться на сыроедении, кто хочет увеличить сухие дни, кто хочет перейти на какое-то более легкое питание, но по каким-то причинам срывается. Это марафон для тех, кто хочет решить какие-то давние зажимы, которые каким-то образом мешают двигаться вперед. Это очень важно, их вытащить и начать с ними работать. У меня сегодня как раз была консультация с Леночкой, и там четко было видно, и скорее всего это у нас у многих такое было. Вот смотрите, есть такие вещи, когда мы что-то ищем и найти не можем, но чаще всего все самое нужное, все самое ценное лежит на поверхности. И вот, например, если мне там кто-то скажет, моя голова скажет, найди телефон. Вот я его, например, держу в руках, да, мне говорят, найди телефон. И часто такое бывает, что вы не можете найти, не можете найти ту вещь, которая лежит на самом видном месте, потому что ваша голова, она настроена так, что если для нас какая-то вещь, она очень важная, то мы ее себе представляем, что очень важную вещь, мы все время где-то, она все время где-то прячется, где-то далеко, где-то глубоко. Ее очень сложно раскопать, ее очень сложно достать, ее там очень сложно с ней что-то сделать. Неважно, что, да? Оказывается, у меня еще вот так вот делается, а я не знала, ребят, на полный экран. И когда мы начинаем искать какую-то вещь, какую-то важную для нас, мы ее все время, даже если мы ее видим где-то на поверхности, наш мозг дает сигнал, что это не то, это не она, не может быть так все легко. Если легко, значит что-то не то, надо вот поглубже вскопнуть, посильнее, там с кем-то поговорить, с кем-то пообщаться. И вот это вот накручивается, накручивается, накручивается у нас. И мы очень часто делаем те вещи, которые сами искусственно маскируем самыми простыми вещами. То есть, например, смотрите, у нас есть какая-то нерешенная, нерешенный вопрос, я бы так сказала, да, потому что проблема у нас, на самом деле это искусственное слово, оно не существует, если мы разберемся. И если мы возьмем какую-то задачу, которую мы на данный момент решить не можем, и мы понимаем, что решив ее, мы пойдем в своем воплощении, в своем осознании куда-то дальше. Но чтобы туда пойти, там же все неизведанное, там все непонятное, там все страшное. Когда мы не понимаем, куда идти, нам становится как-то немножечко даже страшно. И чтобы туда не идти, чтобы не компроментировать свой страх, мы начинаем вот это путать, прятать, вернее, за какой-нибудь ширмой. За той ширмой, за которую мы думаем, вот если я эту проблему решу, то только вот это пройдет. Вот, например, мы не можем перейти на сыроедение, потому что мы не можем решить проблему с кем-либо в нашей, например, там, прошлой жизни. В прошлой жизни, я имею в виду, в детстве, в юности, какое-то время назад. Но как только мы понимаем, что это абсолютно не проблема, и это даже не наш вопрос, мы тогда начинаем понимать, а почему, например, я заедаю? А почему я не могу выйти на сухие? А почему я это, если это не проблема тогда для меня? Я же вот ее заедаю, я же вот эту эмоцию заедаю, я же вот то заедаю. На самом деле, ребят, все проще. Но это я вам сейчас в двух словах расскажу только, да. Смотрите, наше тело, наша голова очень хорошо знает, как выйти на сыроедение, как мы себя чувствуем на сыроедении. Что такое сыроедение, как оно влияет на нас, как влияет на все окружение наше, как оно, какие результаты дает для нашего тела, для нашего сознания, то, когда мы сыроедем, например, какой-то период времени. И мы об этом знаем все по себе, абсолютно все. Но, чтобы не идти туда, то есть мы же понимаем, что когда мы облегчаем питание, мы повышаем свои, не повышаем вибрации, мне не нравится это слово, я считаю, что это немножечко не так. Мы уходим, мы можем перейти в другую плотность, в другую вибрационную плотность. Она не выше, не ниже, она другая. И когда мы переходим в другую вибрационную плотность, там идет ответственность для самого себя, для нас. Она идет больше, она идет плотнее. И на каких-то этапах это не всегда нам удобно. И чтобы от этого скрыться, чтобы не переходить в эту иную плотность, которая якобы нам нравится, но, блин, там же раскручивается все абсолютно другое, там одно зацепляется за другое. То есть ты переходишь в другой мир, ты начинаешь жить по-другому, ты начинаешь думать по-другому, тебя начинают окружать люди другие, ты начинаешь полностью меняться до пикселей. И чтобы вот этого не происходило, тебе все время говорит мозг такой, говорит, пойдем назад, мы здесь все знаем, все знакомые, мы знаем там и температуру, и знакомых, и местность, все там знаем, нам там хорошо, пойдем обратно туда. И начинает тебе вот так вот прикрываться, говоря, что не надо нам это сыроедение. И говоря вот этим, что не том, что мы с сыроедением срываемся, а маскирует сыроедением какую-то нерешенную, как нам кажется, нерешенный какой-то вопрос. И мы для себя думаем, пока я вот этот вопрос для себя не решу, видимо, я все время буду срываться с сыроедением. А путь совсем с другого идет. Не знаю, понятно объяснила или нет. Но если что, мы сделаем потом прям такую тему. Она, чтобы ее раскачать, мы, наверное, потом, если вы мне напомните, мы, наверное, ее сделаем потом тоже, потому что у меня уже этих тем записано, и мы с вами ничего никак не успеваем. Я не успеваю. На Ютубе пока нет вопросов. И, ребят, вот это про то, что какой у нас сейчас марафон начался. Поэтому кто не успел присоединиться, на него можно присоединиться абсолютно в любой момент. Там нет такого, что если ты не присоединился до вчера, то все, то ты уже все 90 дней пропустил. Нет, это вообще абсолютно не так. Вы можете присоединиться абсолютно в любой день. И точно так же, если вам не понравится этот кукл, если вы решите, что для вас он, ну, как бы не совсем актуален, вы переросли его по каким-то там своим соображениям, это клево, то вы можете просто в следующий месяц туда уже не входить, там раз в месяц у нас оплата. И можете идти своим путем, либо, ну, там уже как хотите. Вот. И еще 26 числа начинаются уже такие более глубокие проработки. Это марафон. Кто не может лично приехать на ретрит, вот этот марафон, он уже глубже, чем клуб. Он уже с такими более глубокими проработками себя, самого себя. Вот. Поэтому, если хотите, если готовы уже меняться, вот прям кардинально, то можете идти вот на этот марафон. Он начнется, он будет в 7 дней, он начнется с 26 числа. Вот. И кто уже прям совсем созрел и готов полностью переходить в другую плотность самого себя, то, конечно же, жду на ретрите. Ретрит будет, мне просто некоторые написали, что, говорит, мы не знаем, когда начнется ретрит. Это, мне кажется, я уже там в каждом, на каждом углу об этом говорю. Он начнется 31 марта и закончится 5 апреля. Он будет в Сочи в Лоу. Вот. Но там уже он прям будет прям глубокий. Прям если кто-то уже хочет совсем начинать свою жизнь в другой, в другом уровне плотности, в другом плотности, в другом уровне плотности самого себя, то это, конечно же, уже для вас. Вот. А сегодня мы с вами, ну, не знаю, мне кажется, нормально в телеграме. Давайте я сейчас тему такую, потому что у нас тема важности, она важна. Она для нас важна, но мы очень часто не осознаем, что такое важность. И важность очень часто путаем с ценностью. Но это абсолютно два разных понятия, которые, когда они соприкасаются, они растворяются друг в друге. Полностью. Смотрите, что такое важность? Когда мы говорим, что вот меня никто не любит, вот я такой плохой, вот я такая, там, женщина, мужчина, неважно кто, и я знаю, что я могу вот это сделать, но вот тот-то может это сделать намного лучше меня. И я вот себя вот всё время недооцениваю, я себя всё время недооцениваю, вот я не такая, вот все вокруг меня клёвые, все вокруг меня классные, а я немножечко недотягиваю. Это о чём говорит? Это говорит о важности себя. То есть вы настолько для себя становитесь важными, что вот эту важность вы выплёскиваете вот в таком формате. То есть вы для себя настолько важны, что вы замечаете то, что вам нужно, чтобы вас кто-то похвалил ещё раз, чтобы вам кто-то сказал, да нет, нет, ты что, у тебя вот такое-то есть, у тебя такие-то знания, такие-то навыки, такой-то опыт, какие-то прозрения, там ещё что-то, неважно что. И это важно. И когда ты себя начинаешь, важность себя начинаешь прям завышать, ты можешь эту важность, она у тебя может перелиться в обесценивание себя. И это про важность. Когда мы говорим про ценность себя, то это когда мы очень чётко понимаем, что я могу дать кому-то вот такое вот, я могу поделиться с кем-то вот этим вот. И когда ты очень хорошо чувствуешь, что это в тебе есть, и это в тебе настолько светло, и настолько это твоё, что ты готов это раздавать с огромным удовольствием кому-то, неважно кому. Это называется ценность себя, когда ты знаешь свою ценность, это твоя ценность, это твоя суть, это золото самого себя. И когда ты её раздаёшь, когда ты её чувствуешь, и её раздаёшь не потому что, вот я вам там сейчас вот раздам, а потому что из тебя это прям вылазит, потому что в тебе этого много, потому что ты аккумулятор этого. Ты изначально аккумулятор вот этого, как чего-либо. И ты с огромным удовольствием это начинаешь аккумулировать, аккумулировать, аккумулировать. И когда ты это чувствуешь, вот эту ценность самого себя вот в этом, ты начинаешь раздавать. И когда ты идёшь от вот этой ценности самого себя, ты это даёшь с таким благом, что другой человек, принимая это, он наполняясь, сразу же отдаёт тебе своё. И вот это вот запускается, вот эта вот цепочка ценности себя. И когда ты ценишь себя, у тебя эта ценность, она как заражается. Ты вот здесь вот стал невероятно ценным там для чего-то. Ты вот здесь вот стал для чего-то ценным. То есть одно за другое, ты здесь проработал себя, пошёл дальше, здесь проработал себя, здесь проработал себя. И когда ты это чувствуешь, ощущаешь и воспринимаешь это, то ты становишься ценен для самого себя. А если ты ценен для самого себя, ты ценен для окружающих. И это есть ценность. Но это не важность. А важность, она как раз скрывается всегда, вот пожалейте меня, вот я не такой, вот я себя недооцениваю. Вот я, например, вот ко мне пришли родственники, да, и говорят, вот ты вот стала или есть, или там, неважно. Вот ты там громко разговариваешь, вот ты там вот это делаешь, вот ты не так готовишь, не так прибираешься, не так стираешь, не так вот это, это, это делаешь. Ты даже можешь этим ни с кем не делиться. Если это в тебе сидит, то это говорит о том, что в тебе сидит важность самого себя. То есть твою важность, насколько ты важность самого себя подняла, твою важность начинают занижать, и тебе больно от этого. Это твоя важность пошла вниз. То есть кто-то начал топтаться на твоей важности завышенной, и тебе начинают думать, блин, ну чё ж, я вроде так старалась, а меня раз, и грязь втоптали. Вот я так старался, а меня раз, и вот так вот. Это потому что по вашей важности начинают ходить, и вы начинаете это очень чётко осознавать, чувствовать, и вот этот вот дискомфорт начинает появляться. А когда ценность себя, ценность кто-то другой принизить не может, потому что ценность, это идёт изнутри. Когда тебе кто-то, когда ты, например, начинаешь делиться своими какими-то знаниями, познаниями, не важно чем, ты начинаешь делиться с огромной радостью и там с каким-то, с благостью, и тебе кто-то говорит, это не, это неинтересно, это неважно. Тебя это никогда не зацепит, то есть ты чётко будешь понимать, значит, это неважно и интересно этому человеку. Здорово, я с другим поделюсь. Ценность, она не может быть обесценена, потому что ценность, она ценность. То есть, когда вам, когда вы смотрите на слиток золота, вы знаете, сколько он стоит. Вы знаете его цену, вы знаете его ценность. Если кто-то подойдёт и скажет, ой, он стоит 3 копейки. Вы даже ведь ничего доказывать ему не будете. Скажете, как бы, ну, клёво, если для тебя 3 копейки. Купишь за 3 копейки, давай мне, я у тебя за 6 там куплю, да. Ну, то есть, как-то можно там, это не тот, это не та формулировка внутреннего вас, чтобы можно было обесценить. Ценность и бесценить нельзя, она уже изначально ценна, она уже изначально частичка вас. А важность – это надуманная функция вас, когда вас начинает, может кто-то принизить. А вас может кто-то принизить только тогда, когда вы подняли свою важность. По-другому не бывает. Ребят, если понятно, дайте обратную связь. По-моему, микрофоны, если я не ошибаюсь, они у всех включены, просто вам самим нужно включить. Они как бы не заблокированы. Если кто-то хочет, может в эфир выйти. Если кто-то хочет что-то добавить, либо что-то спросить, и на ютубе пишите. И здесь можете сказать. Если понятно, что такое важность и что такое ценность. Если где-то непонятно, то я еще раз раскрою. Непонятно все-таки как-то сбалансировать, уменьшить важность и увеличить ценность. Или важность вообще как-то отключить. Какими методами это можно сделать? Смотри, важность себя, она может отключиться только в том случае, когда у тебя пройдет оценка. Когда ты будешь безоценочно смотреть на что-либо. Когда ты оцениваешь вот это хорошо, вот это плохо, вот это допустимо, это недопустимо. Этот хороший человек, этот нехороший, этот злой, этот добрый. Когда вот эти вот аспекты в тебе гуляют, то важность, она с ними за компанию всегда идет. Потому что тебе важно кого-то оценить. Когда оценочность проходит, и ты понимаешь, что каждое действие, каждый человек, каждый субъект, каждый объект, он просто есть безоценочно. Хороший, плохой, далекий, близкий. Просто он есть. Просто факт того, что он есть. И тебе от этого просто тоже, просто в твоем мире это существует. То тогда важности не на чем будет закрепиться. Важность всегда закрепляется на какой-либо оценке. А ценность, ты ее почувствуешь, она будет идти изнутри, но ты ее должен принять. То есть вот ты, например, Миша, не можешь принять ценность самого себя, потому что ты думаешь, ну как это я? А ценность не можешь принять самого себя, потому что важность. Как это я? Вот другие вон чё, а я-то всего лишь-то вон чё. То есть ты настолько завысил свою важность, что ты даже свою ценность не видишь. И тебе уже все говорят, да ты ценен для нас, да ты вот так вот. Ты говоришь, ну не знаю, не знаю, все так могут, чё я-то? А как тогда вот этот инструмент, не инструмент, а паттерн на оценочность его брать? Это же не просто так щелкнул пальцем и он отвалился. Как-то надо... Да, просто так. А изначально просто это как практика. Ты изначально просто начинаешь себя тренировать. То есть ты ловишь какую-то, вот тебе кто-то что-то сделал, ты поймал какую-то эмоцию и думаешь, о, вот это как бы нехорошо. А потом начинаешь... Как бы, а нехорошо для кого? А нехорошо почему? А нехорошо по каким критериям нехорошо? А почему я решил, что это нехорошо? Это нехорошо ведь только для меня? Ну пусть оно будет. И вот каждую ситуацию начинаешь раскручивать со стороны. Почему вот так вот? Почему я так оценил? Почему мне нужна была эта оценка? Для начала это будет постоянная работа с самим собой. Но без этого мы никуда не уйдем. Изначально все равно нужно будет работать с самим собой. Изначально ты должен себя отслеживать на этих мыслях. Изначально ты должен будешь себе задавать вопросы. И когда у тебя оценка, она уже будет минимальная, то есть ты же прочувствовал, вот после сухих дней, очень часто наши осознания, наши какие-то вот вспышки, вот какой-то вот осознанности какие-то, знаешь, эврика наша, они приходят не в процессе сухих дней, а после сухих дней. То есть когда мы проходим для каждого сухие дни, это свой какой-то очередной этап познания себя. И вот в этот очередной этап познания себя ты становишься как натянутая струна. И все вот это вот начинает в тебе выходить. Но оно выходить как начинает? Если ты начинаешь сам себе работать, когда ты находишься на сухих днях, это достаточно тяжело. Первые моменты, первые месяцы, так бы я сказал. Поэтому очень важно идти с легкостью. И вы, наверное, многие замечали, что как только вы ходите с сухих дней, неважно сколько, 2, 22, 42, то через какой-то период времени на следующий день, через день, через два, в зависимости от того, сколько вы сухих дней пришли. А когда вы уже начинаете кушать, у вас приходят такие вот осознания, у вас становится легкость, у вас становится вот эта вот благость какая-то идет. И ты, Миш, тоже это почувствовал в какой-то период? У тебя же тоже было? Сначала ты вышел, сначала ты не понял. Вроде как вот такое. На второй или на третий день у меня просто записано все твои состояния, у тебя нет, у меня да. И ты на третий день уже начал писать в чате, говоришь, мне так хорошо стало, и у тебя вот эта вот оценка, она прошла. Но ты просто в ней закрепиться еще изначально не смог, вот этой безоценочности. Потом у тебя опять включилась голова, и она начала тебе говорить, ну что мы там с тобой всего лишь 40 дней пробыли. Ну что эти 40 дней? Вон, посмотри, раньше, чтобы там в какую-то армию попасть, нужно было обязательно 40 дней сухих пройти. Раньше, чтобы к Пифагору в ученики попасть, они все проходили 40 дней. Раньше 40 дней для людей это было как бы норма пройти 40 сухих дней. И у тебя такое обесценивание опять себя началось, обесценивание через важность. И это просто нужно постоянно прорабатывать, и в этом состоянии нужно закрепляться. И именно поэтому я вам все время говорю, ребята, все записывайте. Когда вы начинаете записывать, вы видите свое становление. А когда вы сами видите свое становление, когда не кто-то там вам говорит, ой, ты там другой был. Ты думаешь, да что я другой был? А когда ты начинаешь читать, что ты писал, например, там месяц назад, неделю назад, год назад, ты уже начинаешь думать, о, нифига себе, да, действительно, действительно изменился. И ты уже не сможешь обесценить этот момент, он уже есть по факту. Но это только после того, как ты прям своей рукой будешь записывать. Когда нам кто-то говорит, нам это сложно осознать. Ну понятно, то есть через голову, в общем, надо идти туда. У нас голова, она не отдельно у нас лежит. Я все-таки за единение. Если мы прокачиваем тело, то мы в любом случае в какой-то момент подключаем голову. То есть мы ее не убираем совсем, как некоторые говорят. Нужно полностью отречься от мыслей. Нужно полностью отречься от головы. Нужно полностью отречься от того-то. Ребят, это невозможно, это путь в никуда. Вы не можете, вы же не душевно больной, чтобы там вообще у вас мыслей никаких в голове не было. Одно дело, когда ты не вовлекаешься в мысль, которая есть в твоей голове. А другое дело, когда в твоей голове нет мыслей. Нет мыслей – это маленький, короткий период времени, в который нет мыслей. Но когда ты научишься видеть эти мысли и не вовлекаться в них, а чтобы они проходили мимо тебя. Ты их видишь, ты их ощущаешь, ты их чувствуешь, но ты в них не вовлекаешься. Вот это вот уже другая работа. И она, наверное, более такая. Вы в ней лучше закрепитесь. Вы лучше закрепитесь в самом себе. Потому что если в вашей голове не будет мыслей, что вы будете делать? Ну, как бы, чтобы даже взять, я не знаю, там, какую-нибудь ручку или что-то еще, чтобы взять, нужно подумать об этом. Мысль должна прийти, чтобы дать сигнал руке. Это наше тело так сформировано, и не мы с вами его сформировали. И это тоже нужно понимать. То есть это классно, конечно, когда мы все это делаем. Но нужно тут четко понимать, где вот эта вот тонкая грань, куда мы идем. Чтобы не было этого безумия. Поэтому, да, голову включаем. Голову включаем, но мы идем не через голову, а мы идем с головой. Мы идем с телом и с головой. Ага, ребят, есть еще вопросы? Нужно время на осознание. Давай пошли дальше. Да, нужно время на осознание. Нужно, ребят, еще раз говорю, да, все записывайте. Это несложно. Если кто-то не может записывать по каким-то причинам, ну, там, постоянно в дороге, там, еще что-то. Я делала, у меня все время под рукой был на телефоне диктофон. У меня было на первой панели. Вот. И я просто наговаривала. Если у меня пришла какая-то мысль, я просто на диктофон наговаривала. У меня не было возможности записывать. Но это очень помогает. Вы себя по-другому раскрутить так все равно не сможете. Раскрутить в таком образном смысле, да. Вам все равно нужно будет, либо чтобы кто-то постоянно вам напоминал, либо чтобы вы постоянно записывали, либо когда вы себя прослушиваете, вам будет намного проще это все осознавать, каким вы были даже неделю назад. Потому что те мысли, которые у вас возникают, это же целый клондайк, который мы просто не замечаем. Наша жизнь проходит так же, как и наши сны. Наверное, многие замечали, да, что вот вы просыпаетесь, и такое вот благостное состояние, вот прям не хочется выходить из этого сна, вот так все хорошо. И начинаешь пытаться опять заснуть, чтобы уйти в этот же сон. И когда ты начинаешь пытаться заснуть, чтобы уйти в этот же сон, ты начинаешь его прям вспоминать, вспоминать, и понимаешь, а он у тебя яркий был, ты его настолько хорошо помнил, и он у тебя раз и начинает прям вот растворяться, таять, таять прям в голове. Ты вроде бы пытаешься за этот момент зацепиться, чтобы его еще раз продумать, прочувствовать, а он у тебя раз и тает, и наша жизнь вся так, она тает, когда мы ее не фиксируем какими-либо действиями своими, она у нас как бы тает, мы вспоминаем какие-то вещи, которые с нами происходили, но мы их уже настолько четко прожить не можем. Некоторые вещи, да, но какой-то период, все зависит от периода, и если мы понимаем, чтобы вот этих вот таяния, этих вещей не было, нам нужно применять какие-то определенные практики, чтобы у нас это было, но мы в клубе нас со второй недели подключим одну из этих практик, чтобы вот это вот таяние своей жизни убрать по максимуму, но тем не менее, посмотрите, почему мы делаем всегда одни и те же, вот как у нас любят, говорят, мы наступаем на одни и те же грабли, потому что мы не помним. Мужчины смеются, да, над женщинами, вообще самая сильная боль, которая существует в мире, это роды, вот, и женщина идет вновь и вновь и вновь идет на эти, в это состояние, то есть она рожает первого, второго, там некоторые там по многу детей рожают, да, и она постоянно, то есть к этой боли, это ведь, меня женщины поймут, к этой боли привыкнуть невозможно. Нет такого, что, ой, у меня уже там пятый, я нормально, я уже привыкла. Нет, такого нет, к ней привыкнуть невозможно. Но после того, как мы получили один гормональный всплеск, потом накрывается другим гормональным всплеском, и вот этот вот следующий, если два резких гормональных всплеска, неважно, мы сейчас говорим не про хорошо или плохо, да, мы просто говорим про всплеск. Если они примерно одинакового уровня выброса гормонов, то запомнится только последний и в жизни в нашей, то есть если мы что-то делаем, неважно, кто-то родился, умер, разбили мы коленку, катались на велосипеде, там, например, мы разбили коленку, катались на велосипеде, думаешь, все, я уже на велик больше вот в жизни не сяду. А потом едешь и смотришь там такие красивейшие места, и тебе там кто-то говорит, давай вот сюда вот поедем, большой компанией, клево. И ты едешь в большой компанией, понимаешь, что ты столько получаешь эмоций, что эта эмоция, она ярче, чем когда ты разбила там коленку. И все, у тебя эта коленка, она идет как воспоминание просто, если там тем более остался шрам, да, ты просто можешь рассказать, да, мы ездили вот там вот это вот. Но ты продолжаешь кататься на велосипеде, потому что эта эмоция превалировала, она больше, она мощнее. И в нашей жизни все так, и мы очень часто не замечаем тех вещей, которые меньше эмоциональнее, скуднее. И почему мы начинаем очень часто кушать? Вот вы заметите, многие начинают кушать и начинают себя гнобить. И думаешь, ну блин, вот я не хотела, ну почему опять так? Ну почему я опять ем? Ну почему я опять вышла или вышла в эту еду? Ну зачем, мне же это не нужно было. И ты сидишь, и некоторые себя ругают до такой степени, они прям бывают, что ревут. Они себя ненавидят. И что вы думаете, в следующий раз этого не будет после того, как они себя ненавидели? Они еще больше будут заедать. Потому что у них такая яркая эмоция пошла, когда они начали есть. Нету хорошо или плохо, нету плюса или минуса, есть яркость. А если бы они начали есть безэмоционально, то есть он бы начал есть и говорит, ну как бы, ну поел и поел, ну фиг с ним дальше пойду. То он бы в следующий раз бы уже, может быть даже поел бы, но без зажоров, потому что это эмоционально скудно было. Он уже не будет к этому возвращаться. Вот посмотрите у нас в чате. Сейчас у нас куда-то или я не отслеживаю, или что у нас почему-то. Кто у нас был? Рома у нас вышел в своих процессах, да? Игорь у нас или... Ребят, вот точно не помню. В общем, у нас кто-то в чате, он говорил, я вообще всеед, я нормально так себя чувствую всеедом. И вот у меня вот сколько-то сухих дней. И потом он, отслеживая ребят, писал свои мысли, свои ощущения, свои чувствования, свой опыт. Сколько прошло? Месяца три прошло. Вот, он сейчас на сыроедении, причем на таком, на достаточно жестком, он говорит, я, говорит, так кайфую на этом сыроедении. Я спокойно выхожу на сухие дни. Мне спокойно вот это вот. А почему? Потому что он изначально это воспринимал нормально. То есть, ну да, я вот, как бы я на всеедении. Ну и что, потихонечку, наверное, перейду. То есть, у него не было вот этого всплеска. Когда нет этого всплеска, идет потихонечку. Как только вы начинаете радоваться, я вышел на сухие дни, все, я сейчас план себе написал. Там 20 раз побегать, 3 километра пешком, там 8 раз океан переплыть, пока все будут спать. И вот это вот все, ух, вот такая вот там, все, и потом ты вот эту, ты выдыхаешься, когда ты выдыхаешься, тебе нужно получить следующую эмоцию, и ты следующую эмоцию начинаешь заедать, а она становится на фоне твоей усталости, которую ты приобрел на сухих днях, там скольких-то, неважно скольких. И она становится у тебя настолько яркой, сначала то, что ты начал есть, вкусовые рецепторы зашевелились, потом то, что ты, у тебя вот эта вот слабость ушла, там еще что-то, потом то, что ты себя ругать начал, и вот эта вот яркость, 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 что ты будешь в следующий раз делать? Идти к этой яркости. С чего начать, чтобы превзойти барьер закрытости, выйти из тени обратно в социум? Смотря что такое барьер закрытости, то есть ты же закрываешься-то не от внешнего мира, ты себя бережешь для кого-то, лапуша, лапуша, ты же себя бережешь от кого-то, ты себя не хочешь раздаривать, ты себя, вот у тебя тоже ценность, вернее, важность тебя настолько велика, что ты даже не хочешь кому-то, кому-то открываться. Боишься, что закончишься, не будет этого. Поэтому здесь как бы нужно немножечко побольше раскрыть, что такое барьер закрытости. Барьер закрытости – это очень важный процесс самого себя. Когда я вот такой важный, я сейчас вот всем буду открываться, я сейчас всем раздам информацию, что вам не останется, да? Это из той же серии, да? Как мне тоже говорили, Света, что ты так много делаешь открытых эфиров? Ты же всю информацию раздашь, потом нечего будет давать на закрытых, на закрытых марафонах. Но когда это идет изнутри, ты все время обновляешься, у тебя все время разная информация, она все время новая, она все время свежая, она все время другая. Если ты идешь по природе, по кону, ты не можешь закончиться. Что такое кон, да? Мы все знаем, что кон – это природный закон, так, как должно быть по природе. А закон – это то, что написали уже люди, цари писали, да, вот этот закон. Вот это написано людьми. И вот когда ты идешь по природе, ты не можешь закончиться. Ты все время будешь в кону, ты все время будешь циркулировать. Вот, поэтому не бойтесь открываться. Чем больше вы открываетесь, тем больше вы обновляетесь, тем больше вы наполняетесь. И можете это проверить, можете мне не верить. Ребят, есть еще вопросы? Я же все закончила, да, что ты начала говорить? Свет, а то, что вот ты сказала записывать, это потом нужно там перечитывать, переслушивать? Или можно просто записывать и оставлять, оно как-то будет укладываться в голове? Ты это можешь просто записывать и не перечитывать. Но если у тебя идут такие ситуации, как обесценивание самой себя, они у нас бывают у каждого. Это, знаешь, те ситуации, когда, блин, ну что ж такое-то, все одно к одному, что-то начало все ломаться, рушится. Вот здесь что-то не пошло, тут не пошло. И так становится жалко себя. Есть такие моменты, да, когда мы начинаем себя жалеть, вот, и хочется куда-нибудь так закутаться в какой-нибудь пледик. Вот в эти моменты, когда ты начнешь перечитывать с той позиции, что насколько я изменился, насколько поменялся мой мир, то вот это тебе очень поможет. Потому что, как бы мы что ни делали, вот нам кажется, вот все хуже и хуже, все хуже и хуже. Но как только мы научимся искать в каждом моменте, вот, то, для чего это было все сделано, то каждый наш прожитый миг, он был только лишь для того, чтобы следующий прожить. Представляете, как? А оценочное мнение, хорошо или плохо, это уже наша оценка. Это уже наша оценка с той позиции, какое у нас на сегодняшний день мировосприятие. И если у нас будет мировосприятие какое-нибудь, что вот все вот в негативе, то ты каждый раз начинаешь жить для того, чтобы прожить, вот, чтобы себя оценить. А если ты начинаешь чувствовать, что ты каждый миг, каждое мгновение у тебя, ну, для того, чтобы случилось следующее. И это уже чудо. Это такое чудо, которое просто нужно осознать. И как только вы это осознаете, вы думаете, боже мой, спасибо тебе это мгновение просто за то, что ты мне дала следующее. Настюш, ты что-то сказать хотела? Я нет, наверное, я нечаянно. Ну, могу сказать, в принципе. Давай, говори. Мне все понятно? Да у меня, ну, просто вот сегодня второй день, 10 дней у меня. 7 дней вот я вышла на чистые, не было такого, ну, прям, подряд срок, как это назвать-то, блин. Подряд, да, 7 дней, потом вышла на жидко, и вот второй день у меня, ну, то есть такое. Вот, и вообще не было слабости, там, каких-то, ну, был такой пик психической чистки, а так вообще очень все здорово. У Михаила очень понимаю, все хочу ему написать, вот, не знаю, здесь нет, все, я что-то, вот, у меня какие-то страхи, что у меня, знаешь, там, выползают страхи того, что я есть люди, которым я хочу написать, но меня как будто что-то сдерживает, и я вот думаю, ну, да ну, там, ну, знаешь, как будто из-за другого дома что-то скажет, я не знаю, как это назвать. Вот, и его здесь нет, по-моему, вот, такое всплывает. Ага. А так, вот, то, что здорово, что вообще как-то и сухость, это вот только на 7-й день, и такая она сухость, такая странная, она не сухость, как, которую хочется запить, или которая, вот, там, какая-то психическая, это вот что-то другое. Ну, вот, было вот в конце, вот, полынь я попила после 7 суток, а так вообще так хорошо все, вот, и, кстати, я сделала все-таки клизму, я же 7 лет назад только клизму делала в последний раз, это было всего 2 раза, когда я голодала по столешнику вот длительно, и я с магнезией там, ну, столовую ложку добавила на полтора литра, я решила так аккуратненько, маленькой струйкой, вот, и мне так просветлело все. Вообще, прям, Наталья, извините, но это прям, знаешь, вот, правда, я не знаю, как назвать, но просто так мне хорошо и пусто внутри стало, так мне прям легко, и знаю, как это слово даже подобрать не могу. У нас есть день, я просто с такой любви и счастья проснулась, просто пипец, я думаю, нифига себе, как клизма, и вышло-то тоже, как бы, там, и старое, так, извините, и, ну, сок, то, что там, пила какое-то такое, все. То есть там застарелое было, и, знаешь, ну, намного вот прям другим состоянием я первый день провела, потому что до этого, когда была первые 3 дня зашла, было вообще так, ну, муторно, так, знаешь, вот. Вот, в общем, я для себя, ну, я не то, что, я думаю, что на постоянку, конечно, я не хочу, но я все-таки понимаю, что как вспомогательный такой момент, если вдруг, то хороший вариант. Ну, просто не хочу, чтобы привыкало тело, потому что все-таки там работа, да, своя идет, и не хочется как-то привыкать, поэтому попробовала, знаю теперь, что есть такой, как бы, не знаю, вариант. В общем, все хорошо, так, сегодня тоже немножко так шатало, вот, в обед, а так люди очень тянутся к тебе, так, воспринимают тебя, вообще, так, позитивно, прям, хотят к тебе общаться, побыть, что-то сказать, не знаю, классно, вообще. Спасибо, Настюш, да, здорово. Но, ребят, да, это очень важный момент, мы очень часто начинаем думать за другого человека, то есть, я не хочу его напрягать, да, я не хочу там ему навязываться, я не хочу там еще что-то. Это ты не хочешь себя напрягать чем-то там, потому что ты за другого человека никогда не можешь знать, он только за себя может знать, поэтому это очень важно. Если что-то хотите, ну, позвольте себе, если человеку это не нужно, пусть он разберется, и если даже он не может вам сказать, что он не хочет с вами общаться, он будет общаться через не хочу, это тоже будет его проработка. Вот сейчас такое Татьяна задала вопрос, как отвечать на вопросы, если не хочешь на них отвечать, чтобы не обидеть человека, когда в личную жизнь лезут. Я даже не хочу иногда говорить, куда я пошла, к примеру. Да, ребят, у нас очень много таких моментов, когда мы почему-то думаем, что мы кого-то можем обидеть, не сказав что-то, не оповестив кого-то, еще что-то. Это говорит всегда о том, что мы поддерживаем в слабости другого человека. Перестаньте это делать. Ваша медвежья услуга никому не нужна. Если вы хотите сказать, что не лезь в мою жизнь, тебя она сейчас не касается, скажите это. Можете сказать, ты, конечно, извини, я не хотела, я не хочу тебя обидеть, но в этом вопросе я не хочу с тобой разговаривать. Это будет по-честному к самому себе, что вы по-честному скажете, и это будет по-честному к тому человеку. А обидеться он или нет, это уже будет его восприятие. Позвольте ему проработать его восприятие самостоятельно. Чем больше вы будете вытирать сопли кому-то другому, ребенку, тем дольше он не будет знать, как сморкаться. Поэтому, когда мы вот что-то делаем, вы же сильный человек, вы сильная личность, вы достаточно осознанный человек. Если вы уже понимаете, что вы не хотите отвечать на какие-либо вопросы, вокруг вас как может быть, вокруг вас что может быть, стайка каких-то нелепеньких людишек? Нет, не надо их унижать. Позвольте им быть сильными в вашем окружении. Не надо их поддерживать слабости, не надо думать, что они должны обидеться. А если они обидятся, позвольте им это проработать самих себе. Позвольте, будьте по-честному, не хотите отвечать, можно же очень корректно сказать, не обязательно же сказать, да пошел ты. Можно же сказать, я не хочу отвечать на этот вопрос, можно? И как-нибудь улыбнуться. И другой человек, он тебе не скажет, нет, ты не обязательно должна это сказать. Но если так скажет, можно будет еще что-нибудь с юморить. Всегда опирайтесь на юмор. Если что-то не получаете, все время раз что-нибудь с юморком сказать. Ну, с юморком, но свою линию, с юмором, но свою позицию показали. Человек будет знать. Он будет знать, что, во-первых, вы это сказали не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы он знал вашу позицию. А второй момент, он будет уже понимать, что у вас есть позиция. И если его как-то, она напрягла, то, наверное, нужно как-то ему задуматься. Потому что, ну как, смотря, как вы скажете, но говорить это нужно обязательно. Не нужно делать из людей каких-то, которые ничего не соображают. И если вы им как-то нагрубите, то все, они пойдут, начнут повешаться. После смены образа жизни, переход на растительное питание, близкие пальцы мышка кретили, не воспринимали мой выбор всерьез. После этого перестала делиться, закрылась. Вот так вот. Ну, ребят, смотрите, растительное питание, я не знаю, я не знаю, как у кого, но я, когда начинала быть сыроедом, я была ненормальным сыроедом. Я кричала на каждом углу, что вы ели трупы, что вы едите трупы, что как нужно растительное питание, что это вообще наша жизнь, наше все, наше здоровье. Я таким была, вот, и таких сыроедов, особенно начинающих, их, наверное, как минимум 70%, которые просто начинают силком тянуть вас, ваше питание. И сейчас я пришла к такому, к такому образу жизни, что я никому ничего не доказываю. То есть у меня есть свое непитание. И это не говорит о том, что все должны быть такие. Я воспринимаю питание каждого, это его выбор. И когда мне начинают говорить, ну, что-нибудь поешь, я говорю, ты мне хочешь помочь или хочешь, чтобы я опустошила твой кошелек, твою тарелку или что-то еще. Ну, как бы с юмором же, можно всегда подойти к с юморам. И когда мне человек говорит, например, я хочу, чтобы ты поела, говорю, хорошо, тогда я буду болеть, ты этого хочешь? Нет. Если я опустошила кошелек, можно просто мне дать денег. Опустошила тарелку, там еще. Ну, как бы каждую ситуацию начинайте с юмора. И позвольте, если вы себе позволяете быть на своем образе жизни, себе в первую очередь позволяете, то вы с легкостью можете это сказать другим. Но их к себе тащить не надо. Если вы любите кружевные трусики, это не значит, что все должны в них ходить. Обязательно позволяйте другим, вот они крутят у виска, это их непринятие не потому, что вы такой, не потому, что они такие. У них это в голове этого нет. Но вы просто можете сказать, ой, я не хочу там. Если вы видите, что вы их, они действительно там шарахаются от вашего образа жизни, от вашего питания, можно же просто сказать там, я салатик, я вот это вот, я не хочу, ой, у меня от этого что-то так желудок болит. Или там начинаешь что-то готовить, вот я потом уже начала, начинаешь что-то готовить, говорю, ммм, какой аромат, как вкусненько. Мне говорят, ну накладываю, говорю, я салатику, я вам оставлю, чтобы побольше вам хватило этой вкуснотищи. Как-нибудь обыгрывайте, каждую ситуацию обыгрывайте. Но чем больше вы начнете укореняться на своем пути, тем больше начнут вас уважать, ваш выбор и окружающие. Они будут понимать, что вы не хотите их тащить. Почему некоторые агрессивно реагируют? Потому что на подсознание они как думают? Ну мы же близкие люди, мы же должны поддерживать друг друга. Если она пошла туда, то нам надо тоже туда идти когда-либо. Если они будут знать, что вы не хотите их никуда везти, что это их образ жизни, им не нужно переезжать со своей кухни на вашу, то они к этому будут абсолютно спокойно относиться. Но вы должны это показать, что вы принимаете их образ жизни и принимаете свой образ жизни. Это же у нас очень многие паттерны идут на подсознание. Круг общения уменьшился, несколько лет полного одиночества, удаление всех соцсетей, потратиться не боюсь, сложно открыто от своего лица начать общаться. Добавляйся к нам в школу автономии, абсолютно открытый чат у нас и о своем опыте говорит. Мы только своим опытом делимся. То есть, например, сегодня мне было тяжело вот это сказать. Сегодня я вот это вот съела, и мне было там неудобно перед своими родственниками, что я это съела. Ну какие-то вот эти вот моменты, которые только твои. Если ты готова делиться, то есть у тебя могут по аватарке тебя не узнать. Это же не значит, что ты всех нас пригласишь к себе домой. Можно начать как бы немножечко инкогнито общаться, но начать себя раскрывать. Потому что ты не сможешь перейти на другой уровень самой себя, пока ты не начнешь открываться. Без этого никак. Светочка, можно вопрос? Да. Добрый вечер. Света, у меня вот сегодня десятый день закончился, уже пошел на одиннадцатый. А у меня упало зрение. Раньше этого у меня не было. Потом вот эти вот корки на голове от перхоти, прямо вот знаешь, как у экземы, прямо такие. И вот я хочу задать. Ты ведь на сухом делала себе вот эти закапывания капелек. Как я поняла, они чистят прежде всего голову. Вот можно ли мне цикламеном капать этот цикламен и поскольку. Ну и током хорошо бьет. И вот я сказала в чате, что я вот сегодня почувствовала, что у меня именно прочувствовала диафрагма, как барабан, такая вот натянутая. Оно от дней чистых проходит или нет. То есть вот я поняла, думаю, почему мне так всегда тяжеловато дышится. Это оказывается то, что моя диафрагма не свободна. Вот что здесь делать? Ну смотри, первый момент мы с тобой разговаривали. Да, мы, наверное, еще раз откроем тему кожных заболеваний псориаза. Вот, но то, что снаружи, просто лимон. Берешь лимон, две четвертинки, начинаешь тирать голову. Очень хорошо от этих корочек. Второй момент, то, что цикламеном. Да, ты цикламеном можешь, мне он не зашел, ребят. Вот у меня сколько вот он шел, шел, выходило что-то. Но потом я не почувствовала, что вот как некоторые говорят, ой, я прям после него вот такое почувствовала. Посмотрите, может быть, вам подойдет. Я делала, мне хватало одна капля на 25 капель воды. Одна капля цикламена на 25 капель воды. Но это я уже потом поняла. У меня, видимо, настолько очистились все равно пазухи, что я такой делаю себе раствор. Потому что этим же цикламеном, который я отлила у себя, другие люди делали одна капля на 5 капель воды. То есть для меня бы это было убийство. Вот, поэтому смотрите сами, но лучше для начала развести максимум. А что касаемо грудной клетки, то есть у меня же, как бы понятно же, я таким асматиком был. Я вообще что делала? Я, у меня рядом с домом было, но это можно сделать дома, вообще дома. Но дома как бы нужно с усилием делать, а я делала как... Дети, помните, мы когда были детьми на горках, что мы делали? Мы вот так вот ложились или вот так вот, или вот так вот. Из горки вот так вот катились. И там мы все простукивались в естественном, в какой-то естественной вибрации. И я так очень часто делала, потому что моя диафрагма не работала, мне ее нужно было запускать. И если, естественно, там нет горки где-то рядышком, и тебе скажут там, баба, бабуля, что там с горки там катится? Дома, просто дома на полу. Легли и вот так вот крутитесь там. Хотя бы там несколько проворотов в одну сторону, несколько проворотов в другую сторону. Но на ровной поверхности тяжелее. То есть когда с горки, понятно, что тебя уже начинает нести. Ну, как бы не с обрыва, понятно. У меня такая была вот горочка. И я вот так вот себя пробивала, потому что у меня вообще здесь все стояло. Вот. А простукивать, как бы я только себя здесь могу простукать. Спину я себе не могу простукать. Но у меня как-то не было такого, кто бы мне мог вообще простукать. Поэтому я для себя вот это вот упражнение выбрала. И попробуйте вот покататься, потому что, ну, это такое достаточно действенное. Ну, как по мне это было действенное. То есть я, она хорошо вот так вот сжимала, разжимала. Еще получается, что вот это вот вибрации. И получается тебя вообще полностью со всех сторон мотает. И у меня очень хорошо потом откашливалось. И она прям вот у меня чувствовала, что вот запускалась. Сейчас я выбрала, у меня от велосипеда очень хорошо запускается. То есть нет такой нагрузки на пульс. Сейчас-то уже понятно, что проще все равно все. Но изначально нет такой нагрузки, что я не бегаю. То есть я вроде бы, ты вроде сидишь. Работают ноги. И начинается первое время очень сильно, осматики меня поймут, начинает работать спина. Потому что когда ты вдыхаешь и выдыхаешь, когда вот у тебя диафрагма начинает работать, то у тебя, каждый осматик это знает, после приступа он спину разогнуть не может. Вот как будто бы он там целый состав разгружал, а потом снова этим же загружал. То есть ты разогнуться не можешь. У тебя так ломит все кости, потому что ты настолько напряжен. У тебя может быть приступ быть минут 30, но за 30 минут ты просто полностью разрушен. Вот. И когда ты начинаешь только ездить на велосипеде, почему велосипед? Потому что ты начинаешь дышать уже по-другому. И у тебя есть опора на руль. И у тебя начинает диафрагма тоже работать немножечко в наклоненном состоянии, чтобы выходить вот это вот все. Вот. И получается, что на спине идет нагрузка, то есть на спину идет нагрузка такая, которая приемлема для определенного, ну, для тебя. Вот. Поэтому велосипед очень круто вот именно с матиком. Нагрузка идет, спину держит, вот. И у тебя начинает вот эта вот диафрагма еще работать. Вот. Ну, вот пока вот такие советы, но ты знаешь прекрасно, что тебе нужно прорабатывать. Мы еще раз, наверное, сделаем этот эфир. Не знаю, когда будем делать, видимо, каждый день, ребят, эфиры. Будем делать эфиры здесь, в клубе, здесь, в клубе. И как-то вот так вот, наверное, будем делать, потому что по-другому я не вижу, что все эти темы максимально раскрыть получилось у нас. Вот. Ребят, я сейчас хочу вас покинуть, потому что мы с вами вот часик, да, я обещала ребенку, мне нужно будет сбегать. Завтра мы с вами в 22 часа встречаемся на Zoom, а давайте в 21 час мы с вами здесь встретимся. В 21 час мы... В 21 час нет. В 21 час мы с вами встретимся в закрытом клубе с Мишей. У нас будет эфир завтра, если у него планы не изменятся. А в 22 часа у нас будет в Zoom и на AutoPollStar. По четвергам же. А потом мы также в закрытом клубе у нас будет, опять же, прорисовка нейросетей. Мы будем привязываться, мы будем к запахам. Мы будем эмоцию привязывать, убирать с еды и привязывать ее на запах. Вот. Таким вот образом мы порисуем выходные. Вот. И будут прямые эфиры просто каждый раз на каком-то канале, на закрытом клубе, на этом канале. И раз в неделю будет на Zoom. Вот. Как-то так. А сейчас я тогда побегу, чтобы успеть до сына. Мне нужно успеть до 21.50. Всем спасибо. Всех вас люблю. Спасибо, что были со мной. И очень приятно. Эфир сохранится. Он будет и здесь, в сохраненных. И на YouTube будет. Все. Спасибо огромное, ребятки. Спасибо. 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 Продолжение следует...